МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В программе «Середина земли» мы расскажем о массовом обсуждении вопроса открытили центральную площадь Читы для сквозного движения автомобилей. Дарите гармонию и внутреннему, и внешнему миру человека. В одном из датсанов Бурятии возвели мандалу кала-чакры. Об этом мы расскажем сегодня в нашем выпуске. Эфир телеканала Аист продолжает международный информационный выпуск «Середина земли». С новостями забайкальского края вас познакомят корреспонденты из Читы. В студии Татьяна Салихова. Здравствуйте. Общественность Читы в последнее время волнует вопрос, стоит ли открывать площадь Ленина для сквозного движения автомобилей. Своё мнение на этот счёт во время округлого стола высказали представители городской администрации, депутаты Думы, общественники и полицейские. Движение по главной площади Читы предложил открыть Владимир Забилин, руководитель администрации города, во время встречи с журналистами в конце марта. За всю свою историю центральная площадь Читы чего только не претерпела. Смену названия, ряд реконструкций. Об очередном ремонте речь зашла ещё два года назад. Но гораздо острее общественность и депутаты восприняли последнее предложение, которое высказал Владимир Забилин. Открыть через центральную площадь движение для автомобилей. Читинская структура, она основана, центральная её часть, на ожерелье трёх площадей. Причём такая планировочная структура была разработана декабристом Завалишиным ещё в 1851 году. И эта структура благополучно выдержала испытания более чем полутора веков. И поэтому менять, ломать её, конечно, нет никакой необходимости. Опять же, прежде чем открыть по площади проезд, нужно её реконструировать. Также звучало предложение открыть движение в определённое время. Или сделать это только для общественного транспорта. По результатам опросов, за открытие площади Ленина выступает только 4% читинцев. Я не знаю, какой общественный транспорт. Если это троллейбусы, то вы сами понимаете, что это будет. Троллейбусы, им надо строить новую линию. То есть это такие затраты. Наш дефицит на бюджет, я считаю, что это нерационально. И потом то время, которое он озвучил, это с 7 утра до 7 вечера. Общественники провели замеры. По подсчётам, водители при проезде через площадь смогут сэкономить всего 3-4 минуты. Кроме того, автомобильный поток в случае открытия проезда хлынет на площадь с таких улиц, как Бабушкино и Чкалово. В 2015 году проведён конкурс на изучение пассажиропотока и связанность с безопасностью движения в городе Чте. Выиграла организация, которая занимается сейчас определением пассажиропотока этим научным трудом, который они предоставят в конце этого года, где будет ясно, какие пассажиропотоки, где у нас загруженность, как расшивать какие перекрёстки, улицы и прочее, прочее. И до 2017 года вопрос о том, что открывать движение по нашей площади даже и не стоит. По словам Екатерины Щербаковой, вопрос по предложению открыть для проезда площадь Ленина рассмотрят и депутаты городской думы во время одной из ближайших сессий. Марина Герасимова, Владимир Дементьев, Середина земли, Забайкальский край. «Я вернулся, мама». Первый том книги о ветеранах войны Читинского района вышел в свет в 2013 году. Её автор Нелли Львовна Гаврилова собрала истории жизни 260 человек. Все 500 экземпляров издания сейчас хранятся в школьных сельских библиотеках и в домах самих ветеранов и их родных. Однако выпуск второго тома книги сейчас под вопросом. Почему, расскажет Юлия Тимошенко. На фронтах войны воевали около 7 тысяч жителей Читинского района. В первый том книги «Я вернулся, мама», который вышел в свет три года назад, вошло 260 историй о ветеранах. Понятно, что требовалось продолжение. Во втором томе автор Нелли Львовна с помощью неравнодушных селян собрала уже 466 биографий. Уже много лет написание книг о ветеранах для неё – дело жизни. А началось всё с газетных статей. Лет 20 я писала заметки о своих земляках Читинского района, участниках, военных тружениках тыла, вообще о людях труда, образования, медицины. И газеточки эти все лежали. Муж всё ругался, зачем? Это макулатура. А потом пришло в голову. Систематизировала всё. И начала. И получилось. К созданию книги сподвигло и то, что сама – дочь фронтовика. Отец Нелли Львовный погиб в Белоруссии. Свою единственную дочь он так никогда и не увидел. Она родилась спустя 4 месяца после его ухода на фронт. Название книги появилось не случайно. В конце сентября 1945 года, после двух похоронок, в село Малый Тантуй, теперь уже Шалопогинского района, вернулся мой дядя, Павел Прокопьевич Асламов, капитан Советской армии. Из Сретенского до Тантуя 60 километров он шёл пешком. Полные сапоги были крови. Когда постучал в сенную дверь, бабуля моя, узнав голос, он говорил, мама, я вернулся, Павлик. И бабуля моя потеряла сознание. Я открыла дверь, и он меня схватил на руки. А рука настолько была изранена, он уронил и надо мной заплакал, что он не смог меня, свою племянницу, держать. Уже 26 лет Нелли Львовна – председатель Совета ветеранов Читинского района. На её счету сотни газетных статей и пять книг. С каждым годом издавать сборники всё сложнее. И если на первый том книги собрать нужную сумму удалось, помогли селяне, предприниматели, прежнее руководство района, то со вторым томом возникли сложности. Из необходимых 500 тысяч на печать есть только чуть больше 30. На многочисленные обращения ответ один – денег нет. Одна надежда на неравнодушных забайкальцев, кому дорога память о ветеранах-земляках. Мы более двух тысяч людей оставим жить в веках. И они вернулись в книги уже навсегда. Здесь два смысла. Я вернулся, и я остаюсь с вами. Читайте, помните, будьте благодарны. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Здравствуйте, что интересного произошло у вас? Здравствуйте, в студии Дарья Белоусова. Я и мои коллеги поделимся интересными новостями нашего региона. В главной библиотеке Бурятии открылась выставка редких книг. В первую очередь это красиво или нестандартно оформленное издание. Например, книги в переплете ручной работы. На выставке показаны наиболее значимые детали экспонатов, как иллюстрации и тиснения. В числе представленных книг есть издание начала 20 века. А сейчас поговорим о других событиях. Привести в порядок юбиляра в Улан-Удэ на выходных пройдет общегородской субботник. По улицам города уже сейчас проводят рейды, в ходе которых выявляют самые загрязненные места. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Так выглядит одна из улиц европейского города после набега беженцев. Глядя на такое, мысли однозначны. А это одна из улиц Улан-Удэ. И не сказать, что по ней прошлась многотысячная армия мигрантов. Всего-то пара предпринимателей и несколько десятков местных жителей. С одним из которых удалось поговорить. Вы такие требования знаете, что предусмотрены? Пять метров около себя должно быть чисто. Мы знаем, конечно, знаете. А уберетесь? Обязательно. Если завтра. Убирать мусор придется в любом случае. Вопрос только как? По решению суда или добровольно? Тем более, что здесь об этом уже неоднократно говорилось. Здесь немногим лучше район ПВЗ. Если пешеходные зоны в чистоте, то стоит заглянуть за дом или, например, на крышу киоска, то все становится на свои места. И здесь мусор убирать заставят. Причем в самые короткие сроки. Накладываются штрафы, как правило, юридические лица за нарушение порядка содержания территории, то есть сроков вывоза мусора, либо уборки собственной территории от 30 до 50 тысяч и на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. В этом году Улан-Удэ юбиляр, поэтому наша российская авось прокатит, скорее всего, не прокатит. И тех, чья хата с края, тоже заставят навести порядок. А мы спросили у улан-удэнцев, считают ли они наш город чистым. 23 апреля на общегородском субботнике будет возможность навести порядок в столице Бурятии. Причем, как говорится, всем миром. Кстати, тщательные проверки чистоты будут проходить до сентября. Боярцы Дыпов Евгений Павлов. Середина земли. Бурятия. На защиту Родины в Бурятии стартовала весенняя призывная кампания. Как и по всей стране, в республике с каждым годом все больше желающих пойти в армию. Кого там ждут в первую очередь, знает Дмитрий Гомбоев. Всего за время весеннего призыва в армию отправятся полторы тысячи бойцов из Бурятии. Сегодня едут первые 50. Не запятнать свою честь и достоинство. Память предков и героев республики Бурятия. Военные рапортуют. У клонистов становится все меньше. В прошлом году было порядка двух тысяч, в этом около полутора. Кроме того, что долг Родине священен, без военного билета вряд ли светит престижная работа. К этим парням это уже не относится. И на торжественном митинге для них звучат слова напутствия. Армия это школа мужества, школа патриотизма и ответственности. Желаю вам всем прийти из армии возмужавшими, окрепшими. В армии нужны солдаты, обладающие такими гражданскими специальностями, как водители, медбратья, сварщики и трактористы. В образовательных организациях ДОСАФ обучают и воинскому ремеслу. Имеющие высшее образование могут выбрать службу по контракту. Митинг завершен, родные прощаются с новобранцами. Самое главное, чтобы здорово вернулись и отслужили хорошо, без всяких проблем. Надо в армию сходить, понадобится в дальнейшем. В дальнейшем это пригодится. Да и по контракту можно даже остаться, там тоже понадобится. Провожают новоиспеченных защитников Родины их вторые половинки. Провожаю своего парня. Думаю, что он служит достойно. Приедет, буду его ждать. Дождусь. Солдаты из Бурятии будут служить на территории Восточного военного округа. Закончится призывная кампания в июле, а следующая отправка будет уже через неделю. Возродить традицию. Последняя мандала Калачакры в Бурятии была построена почти 100 лет назад в Тамчинском Датсане Селингинского района. Однако с недавних пор обряды вновь проходят в Улан-Удэ. Они дарят гармонию и внутреннему, и внешнему миру человека. На хурале побывала и наша съемочная группа. Наивысшее божество Калачакра со своей супругой в центре мандалы. В окружении многочисленны свиты – 722 божеств. То, что вокруг них – идеальный мир для всего сущего. Прежде чем возвести такую песочную мандалу, ламы три дня читают молитвы с утра до вечера. Кстати, песок для нее изготавливают из камней Священного озера Байкал. Его измельчают в крошку и подкрашивают растительной краской. После возведения мандалы каждый день с раннего утра в Датсане проводятся хуралы. Мы просим, чтобы Калачакра с ее божественной супругой, которая окружает 722 божества, дали нам благословение, чтобы, имеется в виду, маленький ум прибавился, чтобы имена хорошие были. Калачакра – это сокровенное учение, переданное Буддой Шакьямуне. Его имя переводится как «Колесо времени». Мандалы Калачакры – само как произведение искусства уже интересно. Тайные, конечно, свойства тяжело постичь, но стараюсь. Как говорят в буддизме, то есть надо посещать. Это оставляет отпечатки в уме хорошие. На будущее. Может быть, не на эту жизнь, а на следующую. Хуралы завершатся 26 апреля большим обрядом, а разрушение мандалы будет летом. Ее частички раздадут прихожанам, а остальное ламы поднесут духом воды, спустят песчинки в реку. Ученые из Института химической физики в Ланьчжоу придумали перчатки для ловли рыбы, в которых удобно захватывать скользкое тело водных обитателей. Для увеличения силы трения ученые использовали вяжущие вещества, присутствующие в чае, экстрактах коры дуба, незрелых фруктах и других природных источниках. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем вы еще готовы рассказать? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных интересных событиях, связанных с Китаем в студии Санчжунань. Человекоподобные роботы уже реальность. Новую разработку представили специалисты Научно-технического университета Китая, расположенного в Хэфэе. Насколько их модель похожа на живого человека, выясняли мои коллеги. Робот-дядя третье поколение интерактивных, человекоподобных андроидов, выпущенных специалистами Научно-технического университета. Они старались, чтобы выглядела их модель как живая. Мы научили ее моргать, ведь когда глаза неподвижны, это выглядит неестественно. Она может двигать глазными яблоками. Причем движение глаз зависит от того, что она говорит. Ее слова также синхронизированы с движением губ. В общем, она отлично владеет мимикой. Это большой прогресс по сравнению с работами предыдущих поколений. Разработкой роботов Чэнь Сяопин и его команда занимаются почти 20 лет. Созданная в 1998 году бригада за это время разрослась с 10 до 100 человек. Университет стал своеобразной площадкой для обмена идеями между специалистами из разных областей. «Нам удалось установить отношения со многими исследовательскими центрами – математическими, компьютерными, занимающимися информатизацией и другими. Их специалисты с удовольствием приняли участие в этом проекте. Их консультации помогли нам продвинуться вперед». Технологию планируют совершенствовать дальше. Ученые собираются обучать роботов не только показывать эмоции, но и распознавать эмоции разговаривающих с ними людей. Этот же экспонат – лишь шаг еще более совершенной модели. В серийное производство его отдавать не планируют. Но обещают, что уже в скором будущем смогут начать производить роботов, способных заменить людей, выполняющих рутинную работу. Например, кассиров, продавцов-консультантов и другого обслуживающего персонала. Жители и гости китайской столицы могут поближе познакомиться с искусством легендарного ювелира Карла Фаберже. В Пекине открылась выставка его работ, большая часть которых составляет сокровищницу российской императорской семьи. В центре экспозиции – вершина творчества мастера, знаменитые пасхальные яйца Фаберже. Выставка проходит на территории памятника истории и культуры Китая в Государственном музее Гугун. В числе экспонатов более 200 изделий знаменитого российского ювелира. В Пекин их привез Музей изобразительных искусств Вирджинии. Среди прочего там хранится крупнейшая за пределами России коллекция фарфоровых пасхальных яиц Фаберже, сделанных по заказу Дома Романовых. Фирмой Фаберже для русской императорской семьи было изготовлено чуть более 50 яиц. Из них сохранилось 43. В Пекине мы экспонируем 4 работы, которые Николай II подарил на Пасху своей матери и супруге. И изготовление изысканно украшенных пасхальных яиц получило распространение в Российской империи задолго до того, как Фаберже начал творить для Дома Романовых. Между тем, именно он и его талантливая команда сумели довести это искусство до непревзойденного уровня, прославившего мастера во всем мире. Это вершина творчества придворного ювелира. Пасхальные яйца Фаберже имеют особую историческую, культурную и, конечно, художественную ценность. Представленная коллекция позволяет ощутить величие человеческой цивилизации и, конечно, ценность коммуникаций посредством искусства. Вместе с яйцами Фаберже в экспозиции предметы интерьера, посуда, украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Увидеть все это своими глазами можно будет в течение трех месяцев. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи.